Давайте вот «Эхо Москвы», пожалуйста. Ну вот он, диктатура. Спасибо большое. Алексей Соломин, радио «Эхо Москвы» и исторический сайт «Дилетант Медиа». Прямо микрофон, пожалуйста. Да, Алексей Соломин, «Эхо Москвы». Владимир Владимирович, я хотел сначала уточнить небольшой вопрос, который коллега задавала по Турчаку. Мы немного тупо... По поводу чего? По Турчаку. Вы меня простите, я немного туповато, я весь своего начальника, вы его знаете. Ничего, это... Это нормально. Что же делать? Владимир Владимирович, не считаете ли вы правильным на время расследования... Просто фамилия Турчака упоминается ведь не только, не столько в СМИ, сколько в следственном деле. Не считаете ли вы правильным на время расследования отстранить губернатора от должности? Это ведь не означает признание его виновным. Это, возможно, означает просто вашу позицию, такого нейтралитета по этому делу, то, что люди не могут на таком уровне оказывать влияние на это дело. Мой основной вопрос связан с расследованием убийства Бориса Немцова. Мы знаем из СМИ, из утечек, которые выходят из Следственного комитета, из того, что говорят сторона потерпевших, что сейчас существуют большие проблемы с тем, что вы следователи получили доступ к двум фигурантам этого дела, офицерам батальона «Север» Геремееву и Мухудинову. И сторона потерпевших связывает это с возможной позицией руководства Чечни по этому вопросу. То ли они скрываются в Чечне, то ли они благополучно скрылись за рубежом. Рамзан Кадыров неоднократно публично высказывался в защиту фигурантов этого дела. Вы имели возможность разговаривать с Рамзаном Кадыровым много раз. Вы разговаривали с ним о расследовании этого дела? Что вы ему сказали? И убедил ли он вас в невиновности этих людей? И позвольте маленькое уточнение по детям. Вот с Матвеем был вопрос, связанный с ребенком, с младенцем, который стал инвалидом. Но в России по официальной статистике до сих пор очень много сирот-инвалидов, которые не устроены в семьи. И, может быть, пришло время смягчить запрет на усыновление иностранцами. Вы готовы стать инициатором поправок? Ведь это тоже могло бы стать частью решения правок. Вот давайте мы так сейчас построим нашу с вами работу. Подождите, не садитесь, пожалуйста. Значит, начнем с последней части вашего вопроса. Хочу обратить ваше внимание, что статистика показывает, что в процентном отношении усыновление наших детей инвалидов иностранцами гораздо меньше, чем здоровых детей. Никто из иностранцев не рвался никогда усыновлять или удочерять больных детей. Это статистика. Поэтому мы не будем спешить с изменениями тех решений, которые были уже приняты. Первое. Значит, второе по поводу Турчака. Хочу вот что сказать. Насколько я видел из интернета, из других изданий, ведь речь идет не о нем самом. Речь идет о том, что якобы его отец вмешивался. От чего? Ну, видите, я этого даже не очень знаю. Но я уверен в том, что решения и административного, кадрового характера, а тем более правового, должны приниматься исключительно на достоверных фактах, установленных в ходе следствия и суда, а не на публикациях прессы, с каким бы уважением мы к этому не относились. Ну и, наконец, по поводу преступления в отношении Бориса Ефимовича Немцова. Я с ним был знаком лично. У нас не всегда были с ним дурные отношения. Я-то вообще с ним никогда отношения не портил. Он избрал такой путь политической борьбы, атак личных и так далее. Но я к этому привык. Не он один. Это совсем не факт, что человека надо убивать. Я никогда этого не приму. Считаю, что это преступление, которое должно быть расследовано и наказано. Вот вы сказали, и участники должны быть изобличены и наказаны. Кто бы это ни был, вы сказали, то ли они в Чечне прячутся, то ли они за границу выехали. Но надо установить, то ли так, то ли так. Я никогда с региональными лидерами, в том числе и с руководством Чечни, эти вопросы не обсуждал и обсуждать не собираюсь. Следствие должно установить. Как бы долго это, кстати говоря, не продолжалось. Вот у нас было убийство Саровойтовой. Она ведь тоже была оппозиционером в известной степени. Значит, всё-таки правоохранительные органы довели это дело до логического завершения. Так же, как и некоторые другие дела в отношении людей, которые настроены были оппозиционно к власти. Полагаю, что вот такие вещи обязательно должны быть расследованы, а виновники изобличены и наказаны. Виновные изобличены и наказаны. Таким образом, мы будем создавать устойчивую политическую систему внутри собственной страны. Это важнее, чем кого-то прикрывать, не дай бог. Никто никого прикрывать не собирается. Но нужно дождаться данных объективного следствия.